Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прео, и сегодня мы поговорим об уникальной валюте Стигия. Некоторые люди, апнувшись до 60-го, побегав в утробе, просто-напросто не осмысливают всю ценность этой валюты и думают, что она вообще не нужна. Но с целью того, чтобы показать, зачем она нужна, откуда она добывается, перейдем в утробу. Прыгаем на второй этаж, падаем в утробу, просто-напросто. Упав в утробу, мы сразу можем открыть карту, сразу же можем увидеть дейлики, которые нам даются. Вот он один, не разлей вода, вот он второй. В целью дейли есть что-то? Нет, нету, зато есть в загонах дейлик. Так как у меня на текущий момент репутация безразличия, то у меня открыта эта локация. Выволняя дейлики, мы, само собой, получаем Стигию. Убивая рарников, убивая каких-либо призывных боссов, мы тоже получаем Стигию и репутацию еще с Винария. Убивая просто мопчиков, мы также получаем Стигию. И все, по-моему, на этом. Лутая сокровища вроде тоже некоторые, там сдавая квесты, там мы вроде чуть-чуть тоже дают Стигию. Ну, сколько я правильно помню, не особо слежу за этим, но 13 тысяч уже набрано, и это, в принципе, неплохо. Ну, а теперь просто-напросто разберем, на что она тратится. Мы можем заглянуть в Винария, и чем больше у нас репутация, тем больше предметов она продает нам. Шифр перемещения очень ценный итем. Во-первых, имеет быстрый юз, и, во-вторых, мы возвращаемся в убежище Винария. То есть, например, мы набрали максимального катюремщика, 5 из 5, на нас уже стакается дебаф, что, в принципе, неприятно. И мы просто юзаем шифр, и сдаем абсолютно все дейлики ей. Все на этом. Далее уже юзаем обычный камушек, то есть, чтобы туда-сюда не портиться, экономия времени плюс дешево. Другие различные улучшения, они идут на Таргаст. Таргаст башня, в принципе, легкая на текущий момент. Пройти 3 этажа не так-то сложно. Хотя некоторым классам вроде проблемно, но просто нужно аниму правильную брать, и, возможно, проки какие-то ловить. То есть, если у вас есть проблемы в Таргасте, окей, можно закупить и эти улучшения. Также есть улучшения на Утробу, которые у меня уже куплены. Их можно отследить в достижении. Жуткая пятерка. Первый итем — это стабилизирующий душу бальзам. А второй итем — это Талисман непокорности судьбе. Там идет ослабление третьего и четвертого оконская, правильно помню. Полезные и хорошие итемы очень хорошо себя показывают. Но, как говорится, самые главные итемы, которые нам реально нужны, — это фрагмент освобожденной реальности, который позволяет улучшить проводничок самым низким уровнем среди тех, что у нас есть. То есть, мы просто-напросто повышаем этом левел нашего проводничка за 1900 стиги. Это очень круто. Также за 7200 мы можем купить сокет для нашей вещицы. То есть, смотрите, во времена Пандарии мы могли сокетить пораженные оружия. Кто давно играл, тот прекрасно все это вспомнит. И слеза такая покатится. В 8.3 мы могли в любую вообще шмотку, оскверненную порчей, вставить сокет. Тут механика чуть-чуть только лишь поменялась. Мы добавляем гнездо в предмет из темных земель. В этом предмете не должно быть гнезд. И можно применить только к шлему, ожерелью, наручам, поясу или кольцу. То есть, к одному или к двум. Это еще тоже хороший вопрос. То есть, если к одному, то мы можем просокетить 5 вещичек. Если к двум колечкам, то 6 шмоток мы можем просокетить. При условии, если изначально сокет не прокнул. Но, скорее всего, я думаю, на кольце нет ограничений. Поэтому 6 итемов просто-напросто берем сокетом. Так что вердикт прост. Стигия. Реально полезный ресурс. Реально полезная валюта. Которая нужна всем. От мала до велика. Пармите ее и апайте репу с винари. Всех вам благ. Счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова